В этом видео наш тренер познакомит вас с боксерским снарядом Немма-Груша. Также ее еще называют Скоростная Груша. Немма-Груша Немма-Груша – один из самых интересных снарядов в боксе. Первое, что она дает, это нервно-мышечные быстрые реакции, которые развивают с точки зрения как расстояний, как дозация удара, направление удара. Ну и самое главное, то, что определяет силу удара – это точность. Ну и на этом снаряде проще всего объяснять в целом, как происходит тренировка на других снарядах. Стучится она до трех минут сразу. И изначально вся работа на пневмогруши не должна быть более 15 минут. Потому что я думаю, что после первой трех минутки вы уже поймете, что это такое. Мы сегодня покажем весь спектр ударов, которые необходимы для развития ударов в целом. Ударов в боксе много. И удары разные. И по качеству, и по силе, и по скорости. Самый первый навык – это медленный подход к снаряду. То есть не старайтесь ее ударить сильно. Проще всего сначала начинать с ладони, чтобы понять, как она ходит. Чтобы уже точно был прицел на саму линию удара. Вот это самые простые движения для новичков. Один раз вы ее толкаете, она три раза бьется о платформу. Вы встречаете ее посередине. Самое широкое место. Вот в этой груши прям даже нарисован значок. Ну, в данном случае, куда надо прицеливаться. После знакомства с грушей, вы можете бить самый первый удар – это молоточком. Это самый простой удар, это рефлекторный удар. Он поставлен самой природой. Потому что вот так могут бить, как говорил мой тренер, даже девочки. На самом деле, это очень серьезный удар. В боксе этот удар используется с точки зрения отбивов. То есть можно отбивать этим ударом. Выглядит это вот так. Самая простая форма. Одной, другой. Причем стоять здесь надо фронтально. То есть, ну, самая простая первая стойка. Никаких там пока переносов веса тела и так далее, так далее делать не нужно. Потому что новичок, ну, скорее всего, даже не поймет, что это такое. Поэтому после вот этих вот ударов вы можете переходить к более сложным вариантам. Вот к таким. К набиванию пясными костями. Разница между вот этим ударом и вот этим ударом небольшая. По сути, это движение одной системы биомеханики. То есть вот такой удар и вот такой удар мышечно выполняется одинаково. Просто из-за стабилизирующих мышц, которые находятся на кисти, у вас разворачиваются мышцы. И вот так вы можете ударить сильнее. Еще один момент. Если в первом случае вы делаете небольшой круг, то во втором случае вы строго бьете уже по прямой. То есть вот эта линия уже прямая. Она как бы может выходить немножко как бы сверху, падая вниз. Но по сути, это прямая линия. Поэтому вот этот вот удар, он сложнее, чем вот этот вот удар. Связано с расположением мышц. Самый сильный удар в боксе выполняется на двух костях не просто так. Это связано с мышечным скелетом, с строением мышц. Чем сильнее вы сожмете кулак в самый последний момент, тем проще будет его акцентировать, правильно остановить. Эта груша вот в своем самом простом обиходе, вот говорю, от простого натяжения мышцы до расслабления. Все просто. Что так, что так, что так. Боксер учится правильно напрягать как раз на момент сжатия. Получается сильное движение. Вот эта вот модель идеально правильная. Она сложна по структуре сокращения. Пока у вас мышцы, ну, не в большом тонусе, вы легко это делаете. Но как только начинают затекать мышцы, все, все пропало. Поэтому новичку проще всего будет объяснить, что сожмите руку. Если хотите сильно ударить, просто сожмите всю руку. И как оглобли, реально как оглобли. То есть боксерский удар, ну, и боксерский кулак, он отсюда досюда, потому что мышцы, которые держат кулак, они вот здесь находятся. Поэтому с точки зрения молотка можно прям сильно напрягать руку. В бою бывает так, что не всегда получается как бы идеальная модель удара. То есть с точки зрения нажатия уже в конце. Ну, как правило, быстро все меняется. Ваша цель может оказаться ближе. И если вы вдруг вовремя не сжали руку, то, скорее всего, вы травмируете запястье. Поэтому, начиная так, можно плавно переходить к вот так. Две формы удара. Вот это уже разноплановая комбинация. Это разные работы мышц. То есть так вы отбили, так вы ударили. Отбили, ударили. Отбили, ударили. Вот здесь как раз начинается необратимая часть мозга, потому что мозг за очень короткое время выполняет очень много функций. Одно полушарие начинает договариваться с другим полушарием. И таким образом создается самая точная модель представления удара. Следующие удары, они, ну, по форме, по своей, ну, может быть, даже немножко сложнее. Они уже начинаются после того, как вы уже освоите этот снаряд с точки зрения скорости, четкости, понимания, чувства ритма. И один удар за другим. То есть скорость и сила. Дальше мы покажем удары, которые уже касаются профессионалов. Один из сложных ударов считается короткий. Вот это вот длинное набивание. Вот, длинное набивание. Есть короткое набивание, которое вообще формируется на очень коротких мышцах. То есть здесь вы не отводите руку, и она не работает у вас с точки зрения всей выкладки мышцы, а практически находится в статическом напряжении. Она практически не возвращается назад. Вот таким образом определяется уже мастер-класс. Это уже на силу. Выводить ее также можно, вот как от ребра руки. Я медленно сейчас покажу. Вот мы уже на пястных костях. Причем подворачивать руку под разными углами. Здесь уже можно переносить вес тела. И можно водить грушу. Все модели удара, которые у вас могут быть в бою, здесь можно отрепетировать. Дальше, если можно бить ее вот в этом положении, значит, можно запускать ее по кругу. Это очень сложное упражнение. Почему я и сказал, что это уже определено мастер-классом. Это уже показатель ощущения снаряда. Как вы его чувствуете. И работа разных мышц. Также можно смещаться на ногах. И пробовать ее уже бить в движении всех мышц. Дальше идут набивания, которые от первого и второго. То есть это, грубо говоря, длинные с переходом на короткие. Дальше начинаются упражнения, которые называются как специальные упражнения. Это двойные удары, которые набиваются и туда, и обратно. Если можно ее туда стучать, эта скорость только в одну сторону, то необходимо понимать, что в боксе скорость считается, когда туда и обратно. Когда туда ударил, завис, скорее всего, получишь ответный удар. Поэтому потихонечку туда и обратно. Это ребром руки. Это уже кулаком. Все удары полезны. Все. Принцип работы один. А навыков масса. Чем больше разовьется навыков нервно-мышечных реакций, тем проще будет представлять картину, ну или, скажем, формировать рисунок боя. Итак, если можно так, можно так, то можно и так. Сбоку выводить. Есть удары, которые выполняются вот двойки на взрывной силе. То есть это от резкого нападения и до полного расслабления. Выглядит вот так. Вот она начинает останавливаться, и вы начинаете ее ловить. Называется двойка. Если так, ребром руки, то так же она бьется и как уже в боксе. Разгонять ее можно. С интервалами. Можно без интервалов разгонять. Нарабатывая. Так же и здесь. Можно чередовать руки. Одну делать ребром, ладони, другую, пясными костями. Раз, два. Так же разгоняешь ее. Отбиваешь, бьешь. Сразу. Еще раз говорю, подходите медленно к этому снаряду. Все разучивания на пневмогруши от одного месяца до шести месяцев. Как только к одному привыкли, мышца привыкла, надо менять градус, наклон, то есть со всех сторон. Если как бы постоянно долбить ее в одном режиме, ну, толку от этого мало. Человек очень быстро привыкнет. Самые сложные удары, это когда туда и обратно уже в режиме всего цикла. История этой груши, она на самом деле древняя. Уже в 20-х годах похожие варианты были. Они просто отличались по весу, по своему размеру. Кстати, размеров вот эта вот капля. Есть еще груши очень маленькие, в половину меньше этой. Есть больше груши. Вот это скоростная груша. Все они как бы под разный размер заточены с точки зрения, ну, как бы, обновления. То есть маленькую грушу вешаешь, она быстрее возвращается. И поэтому принцип обновляется. То есть мозг начинает переключаться уже с тяжелой. Например, вот я когда вначале маленький еще был, у нас была советская большая груша. Такая вот. И били ее только в одном режиме, потому что тренер, ну, как тренер показал, так мы и работали. Вообще, вот в работе с этой грушей советское наследие оставило очень большую школу. У нас изначально тренировка, у новичков, все новички начинали работать с пневмогрушей. Груша действительно уникальная. И с точки зрения вот наследия, которое оставили на наши тренера и советские специалисты, они все одни об одном говорят, что эта груша помогает. Можно, конечно, и без нее обходиться. И я многих боксеров знал, и хороших, и мастеров, которые вообще никогда не стучали эту грушу, просто ее не видели. Потому что на периферии эта груша редко встречалась в клубах. Это уже назначение Олимпийского резерва, уже таких, ну, очень развитых спортивных школ, спортивных клубов. Очень разные ритмы. Я, к сожалению, все ритмы показать не могу. Могу только те ритмы, которыми я сам владею. Но знаю, что бьют ее вообще по-разному. Считается, чем разнообразнее, тем лучше. Есть еще вот американцы, тоже придумали. Как говорят американцы, это развитие удара снизу. Удар сбоку ставится тоже, как бы, на этой же груши. Вы просто не по прямой бьете, а начинаете просто делать дугу. Ну, понятно, да, что если можно так, можно и так. Здесь самое главное привыкнуть к ритму. И поймать грушу. Тоже можно выполнять быстро его, это упражнение. С двух рук каждый раз менять направление груши. Все упражнения эффективны. Даже те упражнения, которые вам кажутся, что ни о чем, на самом деле это работа мозга. Бокс находится в голове. Это ваше представление о скорости, о точности, ну и так далее, и так далее. Все эти факторы определяют силу, мастерство. Поэтому любите эту грушу, уважайте ее, безусловно, и развивайте себя. Она вам точно поможет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok